Встреча министров стран-членов Большой Семерки еще не успела начаться, как появились первые заявления западных дипломатов по поводу России. Сегодня глава британского внешнеполитического ведомства Домини Краб рассказал агентству Reuters, что Семерка должна выработать механизм по противодействию российской дезинформации. Когда мы видим, как распространяются ложь, пропаганда или фейк-ньюс, мы должны не только отдельно, но и совместно опровергать их. Рассказывать всю правду, в том числе в России или Китае. Ну как именно будут опровергать российскую пропаганду, Рааб пока не пояснил. Зато британский форин-офис уже выделил дополнительно 8 миллионов фунтов стерлингов на международные сервисы BBC. Ранее бороться с фейк-ньюс призвала глава европейской дипломатии Жозель Боррель. Его возмутило, что российские провластные СМИ, якобы, утверждали, что прививка с западными вакцинами может превратить человека в обезьяну. С такими обвинениями не согласились в российском МИДе. Боррель, распространяя фейковую информацию, демонизирует российские средства массовой информации и журналистов, призывая к противодействию манипуляциям в МИДе. Он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения инфодемией. Как отличить пропаганду от достоверной информации? Поговорим с сооснователем сервиса «Фактчек» Максимом Тавкайло. Максим, привет. Да, Денис, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Вот скажи, пожалуйста, какие инструменты могут задействовать европейские политики в борьбе с этой дезинформацией? Фейк-ньюс, по их мнению. Ты знаешь, сложно говорить о каких-то конкретных инструментах. Я не думаю, что это будет, я не знаю, они наймут тысячу людей, которые будут блокировать, отсматривать все ролики от RT. Я не знаю, ролики, которые вечером выходят в итоговых новостях о воскресенье. Думаю, что велик риск, что западные страны ведут персональные санкции против российских пропагандистов. Думаю, что продолжится обмен упреками и со стороны Запада в адрес России и обратно, что и та, и другая страна занимаются пропагандой. Боюсь, что жертвами в этой войне будут как раз российские люди, российские пользователи интернета, те, которые интересуются политикой, новостями. Потому что в ответ на какие-то, повторюсь, возможные санкции против российских пропагандистов, российские власти могут предпринять ответные шаги против той же русской службы BBC, которую ты упомянул, против каких-то других иностранных журналистов, которые работают в России. И вот лично я очень-очень этого боюсь. Ну, то есть это вот какая-то, получается, взаимная игра и игра с нулевой суммой немножко. То есть дело не в фейк-ньюсах, а опять же в дипломатических войнах? Ты знаешь, игра с нулевой суммой, где жертвами будем опять мы. Потому что когда на Западе блокируются Арти или другие российские СМИ, которые, ну, провластные СМИ, которые, в общем-то, транслируют мнение государства, мнение Кремля по тем или иным вопросам, в общем-то, для западных стран, для жителей западных стран от этого ни горячо, ни холодно. Они и так ничего не смотрят, и все эти цифры по каким-то гигантским охватам, это все, конечно, просто красивые картинки. А вот мы пострадаем, потому что мы можем пострадать. Я все-таки надеюсь, что до этого не дойдет. У нас и так осталось не очень много источников объективной информации, и я очень боюсь, что их станет в результате вот этой войны еще меньше. И, понятное дело, что, наверное, у меня не тот статус, чтобы обращаться к властям Большой Семерки, но мне кажется, что вот в этой войне санкций очень важно думать, если они хотят об этом думать, о населении России, потому что зачастую результатом этих санкций, жертвами этих санкций становятся не те, против которых этих санкций вводят, а люди, которые как раз хотят каких-то изменений в этой стране. Ну вот, кстати, в России давно говорят про русофобию, на Западе про иностранных агентов, собственно, ввели. Все это в какой-то степени является частью цензуры, ограничения информации. Можно ли назвать вот эти действия тоже со стороны европейских коллег элементом цензуры? Ну, наверное, можно. Наверное, можно. Я просто исхожу из следующего, что со злом о любую пропаганду и неважно с какой стороны бороться нужно довольно решительно. Поэтому, ну, хочешь, называй это цензурой. И можно по этому поводу очень долго рассуждать. Вот, например, я не знаю, Олег Кашин или Паша Лобков очень любят на эту тему дискутировать, что Facebook это практически, ну, я сейчас немножко там утрирую, но социальная сеть с фашистскими правилами. Ну, я повторюсь, очень много про это можно говорить. На мой взгляд, со злом нужно бороться решительно, поэтому, мне кажется, дело не в терминах. Если в нынешнем обществе, где информация благодаря интернету, благодаря смартфонам распространяется просто с гигантской, с очень большой скоростью, при том, что люди очень восприимчивы к дезинформации, они склонны ей верить больше, чем реальная информация, и это свойство помогает дезинформации распространяться быстрее, конечно, нужны какие-то решительные меры по ограничению вот такого влияния на умы. И при этом нужно понимать, это не секрет, кстати, что российские власти считают, что, да и западные, на самом деле, власти ЕС считают, что мы все живем в условиях информационной войны. Откуда это пошло? Опять же, наши власти считают, что Россия формально же не проиграла, Советский Союз формально не проиграл холодную войну, он ее проиграл, ну, вернее, он ее формально проиграл, но он проиграл войну не горячую, а именно войну умов, войну пропаганды. Поэтому, видимо, тут я додумываюсь, наши нынешние руководители, нынешние руководители России, затевая опять вот эту всю эту историю, что Россия встает с колен и, в общем, набирают мощь, они решили сделать, ну, в общем, выводы из прошлого, ну, да, и играют, значит, в нападение, ну, то есть идут в атаку, уже не защищаются, да, а сами нападают, поэтому, в принципе, действительно, как бы нам не хотелось, но обе, западный мир и Россия, находятся друг с другом в состоянии информационной войны. Вот это, да, последний вопрос, да, это идеологические и политические были мотивы, а вот если говорить все-таки с технологической и методологической точки зрения, которая тебе знакома хорошо по своему проекту, есть ли действительно инструменты такие очевидные по борьбе с пропагандой? Ну, автоматических инструментов без участия человека пока нету, безусловно, есть инструменты, когда, ну, скажем так, искусственный интеллект или какой-то алгоритм помогает, может помочь выявлять какие-то публикации, видео, текстовые, неважно, где может быть дезинформация, но все равно, последнее слово, если мы хотим это делать качественно, пока что должно быть за человеком. Возможно, в рамках вот борьбы с дезинформацией страны России, я не знаю, страны ЕС выделят какой-то гигантский бюджет на решение этой проблемы технологически, посмотрим. На данный момент полностью без человеческого фактора эту проблему не решить.